Всем огромный привет! Рада всех видеть на канале! Сегодня хочу вам показать вторую часть моих парфюмерных покупок раритетов компании Арифлейм. Кто не видел первую часть, а на самом деле это уже выходит четвертое видео с моими покупками, на все части я, наверное, оставлю ссылки в описании, заходите, смотрите. Ну а сегодня я покажу очередную порцию ароматов, которые мне удалось купить. Покупаю на Авито, нашла покупателя в своем городе и выкупаю у нее потихоньку ароматы. Давайте начну с аромата, который я приобрела. И этот аромат я часто вижу в обзорах, часто слышу на него много-много классных отзывов. И я думаю, что он мне тоже нужен в моей коллекции компании Арифлейм. Кстати, девчонки просили снять и показать всю коллекцию именно раритетов от Арифлейм. Я, девчонки, помню, но пока времени нет, но чуть попозже я обязательно сниму и покажу, что у меня есть. Вот так вот все упаковано, аромат сидит в своем домике. Ну и давайте будем смотреть флакончик. Такой вот флакончик в виде колокольчика, который будет красиво сидеть, а вернее стоять на парфюмерном столике. Аромат у меня был произведен в 2018 году и он был произведен в Швеции. Также мне писали, что в Швеции производят качественную парфюмерию, которая действительно стоит своих денег. Ну и давайте я буду, конечно же, тестировать, буду наносить на кожу и постараюсь в этот раз нанести аромат на шею, чтобы ощутить его как-то иначе. Захвачу волосы и тогда уже будем разговаривать, как он себя проявляет. Ой, зелень, зелень, сразу же пошла зелень. Зелень такая с кислинкой. Что-то интересное. На самом деле такое сочетание в Арифлейме я никогда не ощущала и вообще такое сочетание именно аккордов я не слышала. Это что-то для меня прям такое новенькое, хотя нотка ревня, она чувствуется, она не такая яркая и насыщенная. Она не будет перебивать гранат, зеленые ноты, которые также заявлены на старте. Пытаюсь как-то это все улавливать очень легко, приятно, ненавязчиво. Это носибельный аромат, его можно спокойно одевать в офис. В нотах сердца идет молоко, гелиотропы пиона, в базе орхидея, мускус сандал. Ну пока у меня сильно лактонность не ощущается. Где-то, где-то, хотя вот кислинка, она есть. Эту кислинку создает в аромате именно нотка ревня. Она меня просто завораживает. Я люблю ароматы с ревнем. Но спустя вот какие-то буквально минуты начинает действительно проявляться цветочность. Есть цветочность такая яркая, насыщенная, но она не перебивает все-таки вот эти вот вкусно-кислые нотки. Мне нравится. Этот аромат, он однозначно фаворит. Он мне понравился. Я осталась довольна, что я его купила. Я вот в последнее время замечаю, что ароматы Reflame, они мне практически все нравятся. И я прям от них тащусь. Я жалею просто о том, что я не могу их купить, ими обливаться, потому что это уже раритеты. Да, на аромат я приобрела за 700 рублей. Мне кажется, это хорошая цена. И давайте покажу аромат, который я также купила за 700 рублей. Он уже был тропический, сладкий, цитрусовый, белоцветочный, древесный, мускусный. И этот аромат, он меня привлек пирамидой. Называется он Voyager Women's. Кто помнит данную туалетную воду, то напишите. И мы с вами подискутируем, пообсуждаем, как этот аромат вообще, нравился ли он вам. Также будем вскрывать и будем его сейчас тестировать. Вот на самом деле, когда я приобретаю какие-то редкие экземпляры парфюмерии, то у меня прям вот действительно аж трясутся руки. У меня штатив уже пару раз чуть не упал, потому что я не могу как-то скоординироваться. И у меня эмоции просто зашкаливают. Не знаю, почему так. Здесь вот так вот аромат тоже сидит в домике. И это вот такой вот флакончик, такого прям мятного ментолового цвета. И сама коробочка тоже достаточно привлекательная. Я хочу даже сейчас посмотреть, где он был произведен. Он, кстати, тоже произведен в Швеции. И срок годности у него до 2021 года, соответственно, он был произведен в 2018 году. Тоже будем, конечно же, тестировать данный аромат. Я хочу его ощутить. Первые впечатления, они бесценны. И зачастую вот как аромат себя проявил, вот буквально сразу же, когда ты его вскрыл, нанес, вот он будет тебе нравиться или не нравиться. Можно сразу, в общем, сделать вывод. Вот, наношу и... Ой, нота спирта сразу дала в нос. Аж чуть не чихнула. Яркий аромат, очень яркий. Тропичность прям стоит на первом месте. Но здесь, в принципе, так и заявлено. На старте гуава, карамбала и лайм. Они ощущаются на 100%. И действительно, к таким взрывным кисло-зеленым ноткам добавляется вот эта вот сладкая карамбала. Очень-очень приятная, насыщенная, яркая. Сам флакончик приятно держать в руке. Он потрясающе лаконичный. И он привлекает, конечно, и цветом, и взглядом. Я так понимаю, что жидкость сама зеленая, а стекло, оно прозрачное, белое. Очень-очень такой прям съедобный аромат. Ой, как жвачка. Вот как жвачка, которая прям такая вкусная, сладкая. Ее охота вновь-вновь зажевывать, пока с нее не вышла вот эта вот сладость. Проявляется жасминовая нотка. Здесь он как раз и заявлен. Также заявлена розочка и цветок апельсина в нотах сердца. А уже в базе амбра мускус и высушенная древесина. Плавник. Не знаю, что это такое. Но что-то, видимо, классное, прекрасное. В общем, аромат. Аромат, конечно, сказочный. Аромат для молодых девчонок. Аромат такой легкомысленный. Аромат для домашнего использования. С ним можно пойти на прогулку и погулять с ним. Он будет, мне кажется, очень красив в теплое время года. Не знаю, подойдет ли он на холодное, но в теплое он однозначно будет вписываться идеально. На весну он также будет очень-очень красив. Хочется все ароматы потестировать, все поносить. Я не знаю, как это все сделать, чтобы хватило времени. Хочется, чтобы дней было больше в году. Ну, в общем, хочется действительно пользоваться этой парфюмерией, чтобы она не простаивала. И последний аромат, который я купила также за 700 рублей, и я его никогда не тестировала. Это покупка вслепую. И где-то я вроде бы как видела или такой флакончик, или такой аромат. Я даже не могу понять, но сейчас я вам его покажу. И если он у вас был или есть, то вы напишите. Это Dancing Lady Hypnotic. Слово гипноз, гипнотик, оно, конечно же, гипнотизирует. И поэтому данный аромат я тоже решила приобрести. Хотя я его приобретала, честно признаюсь, с запаской. И я думала, нужен ли он мне, но мой хомяк победил, сказал, что нужен. Но я думаю, раз нужен, то буду брать. Конечно, коробочка, она такая прям стильная, красивая. И аромат был произведен этот в Украине. Он был произведен в 2014 году, потому что срок годности до 2017. И это такой прям уже давнишний раритет, который тоже практически невозможно купить. И поэтому я решила брать. Очень привлекательный флакончик из толстого стекла. Его приятно держать. Здесь, конечно, такая прям интересная пирамида, состоящая из шафрана, сандала и орхидеи. Но я рискну. И сделаю затез. Здесь, кстати, сквозная крышечка. И она сидит достаточно плотно. Нанесу этот аромат немножко на кожу, но в основном попробую его нанести на одежду. Такие ароматы, они, как правило, очень долго сидят на одежде. И остаются на ней до стирки. Ну, потестируем. Да, это очень специфический аромат. Такой не всем понравится. Но он, вы знаете, в принципе, носибельный. И почему-то мне здесь пахнет таким прям сладким кока-кольным удом. Хотя здесь уд не заявлен. Но я его ощущаю. Этот аромат мне напомнил Premier Luxe Ud от компании Avon. Вот прям очень-очень сильно схож. Данный аромат уже видно, что настоялся. Он такой прям мега-мега густой, насыщенный. Да, наверное, я все-таки его попытаюсь разносить осенью, чуть ближе к зиме. И я думаю, что он не подведет. Он будет согревать, он будет окутывать. Да, это такой прям аромат-гипноз, который может загипнотизировать. И, в принципе, это такая прям классика, которая должна быть. И она была, и ее, к сожалению, сняли. Вкусный. Сейчас аромат подутихает, становится чуть менее таким насыщенным, чуть более таким сандалистым. Орхидея идеально просто вписывается в данную композицию. Она здесь очень-очень нежная. Ну, а на этом, наверное, я буду заканчивать. Напишите, конечно, свои комментарии, что вы думаете по поводу моих покупок. Ну, и не забывайте ставить пальчики вверх и подписываться на канал. Всем вам удачи, здоровья и пока-пока!